Эти ребята время каникул решили провести с пользой не только для себя, но и для общества. Им предоставили места работников зеленого хозяйства в санатории Русь. В обязанности входит поддержание участка в чистоте и ухаживание за зелеными насаждениями. Денис участвует в программе «Дети Анапы» второй год. После 11 класса планирует уехать учиться в другой город. Деньги на первое время решил заработать сам. Работа не особо сложная, хорошо платит. Ты можешь заработать себе деньги на свои личные нужды, чтобы не напрягать родителей лишний раз. За юными работниками закрепляют куратора, который всегда поможет в работе и даст новое задание. Наставники отмечают, подростки трудятся не хуже взрослых и уже понимают ценность заработанных своим трудом денег. Я считаю, что дети должны знать, что такое труд, как зарабатываются деньги. Не только брать у родителей, но и они хотят заработать сами. И, конечно, надо приучать молодежку труду. В этом году в Анапе уже трудоустроили 360 подростков. Всего планируется занять около 700 человек. В программе участвуют подростки старше 14 лет. У школьников неполный рабочий день с 8 до 12.40. Зарплата в среднем 10 тысяч рублей. Работа несложная, преимущественно на свежем воздухе. Плюсы очевидны. Ребята учатся работать в коллективе, получают новые навыки и знания, а также заработанные своим трудом деньги. Работают они, соответственно, с трудовым кодексом. То есть, это не полный рабочий день. Это запрещены, естественно, работы с какими-то колюще-режущими предметами, то, что может причинить опасность здоровья. То есть, все в соответствии с нормами, в соответствии с трудовым законодательством. В первую очередь, они немножко независимы от родителей станут. В какой-то мере могут себе что-то позволить, получая заработную плату, получая материальную поддержку. Это уже материальная составляющая. И, естественно, занятость. То есть, не болтаются они по улицам, не сидят в интернете. Все желающие временно трудоустроиться, могут обратиться в Центр занятости населения по адресу улица Калинина, 12А или через портал kubzan.ru.